Бабанов был единственным премьер-министром, которому удалось бы поднять экономику нашей страны с колен, но ему не дали закончить начатое. Таким мнением сегодня поделилась бывший вице-премьер-министр Уктем Абдулаева. С ним, рассказывает, она проработала около одного года, но, несмотря на такой короткий срок, говорит, увидела в нем настоящего государственника, который обладает способностью оперативно принимать верные решения. По словам Абдулаевой, в правительстве Бабанов, в свое время занимая пост вице-премьера, курировал финансовые и экономические вопросы, и даже очень неплохо. Признается, что ей, экономисту, финансисту с 30-летним стажем, иногда приходилось спрашивать совета Уэм Рюбека Тохтауловича. И вот его цель была, мигранты, всех сюда привезти, всех мигрантов. Я, насколько знаю, когда какой-нибудь он бизнес поднимал, какой-то бизнес, обязательно он приглашал туда на работу мигрантов. Я удивляюсь ему, еще чему удивляюсь, он таких ребят находил, такие кадры, просто умнички. Он хотел жить здесь, и чтобы о Кыргызстане говорили только хорошее. То есть у него экономическое мышление, и вот как делать из этого, чтобы пополнить госбюджет, у него была в этом сила его была. По словам бывшего вице-премьера Юктемхана Абдулаевой, Бабанов настоящий патриот своей страны. Очень амбициозный человек, который добивался и будет добиваться своей цели. А цель у него, будучи главой Кабмина, была одна, чтобы Кыргызстан стал экономически развитой страной. Абдулаева также напоминает, что будучи премьер-министром страны, Бабанов написал проекты по развитию каждого региона и каждой области. Его экономическое мышление, как считает бывшая чиновница, помогло бы поднять экономическое положение областей на новый уровень. Чтобы он интересы лоббировал кумпторой, мне не верится, потому что четко не написано, в чем его вина. Мы не знаем, в чем его обвиняют. Если он что-то это делал, он все равно защищал интересы Кыргызстана, я думаю так. Поэтому в этом деле надо просто и следователям, и судьям разобраться, в чем была вина, в чем. А без причины, я не знаю, как это могло быть. Мы же тоже не знаем, мы народ хотим знать это. О чем суть обвинения? Потому что многие его видят как государственного деятеля, понимаете? Для Умирбека Бабанова родина и происходящее в ней событие не просто определение, а именно побуждение к действию. Такой мыслью в социальных сетях поделилась и врач-анестезиолог, реаниматолог, докторант Эльвира Умралиева, работающая в России. В прошлом году в пике эпидемии она возглавила бригаду медиков, прибывшую из Москвы для того, чтобы помочь кыргызстанским врачам в лечении граждан. По словам Умралиевой, в числе организаторов этой поездки был Умирбек Бабанов. Также он был одним из первых, кто вызвался помочь с покупкой медикаментов для коронавирусных больных. Позиция медиков никого никогда не интересовала. Мы самая политичная и молчаливая часть населения. Летом 2020 года мы с группой медиков приехали из Москвы для оказания помощи населению страны. В числе организаторов этой поездки был и Умурбек Токтагулович Бабанов. Он тогда помог с покупкой медикаментов для коронавирусных больных. В последующем, через неделю, он же был организатором приезда группы врачей из разных районов Таласской области для обучения и дальнейшей работы у себя в Таласе. После трагических событий в известной гостинице, где погибла студентка КГМА, именно он, понимая, что все равно надо продолжать спасать остальных граждан, совместно с сотрудниками городской клинической больницы номер 6 и врачей из Москвы, помог организовать работу данного учреждения. А когда произошли последние события в Баткене, Умурбек Токтагулович опять же не остался в стороне. Он вновь готов был организовать бригаду медработников для работы в Баткене. Поддержать бывшего премьер-министра страны Умурбека Бабанова накануне в Таласе вышли около 3000 человек. Митингующие были недовольны тем, почему меру пресечения Бабанову избирали за закрытыми дверями. Как говорится, подальше от лишних глаз, без участия журналистов. Первым делом участников акции ознакомились с письмом Бабанова, которую политик написал, находясь в СИЗО. Все выдвинутые против него обвинения по кунтеру экс-премьер назвал абсурдом. Очень печально, что мне не дали поработать на посту премьер-министра. Я всегда в жизни поступал по совести, чтобы потом моим детям было не стыдно за меня. Самое дорогое для меня – это моя фамилия. Человека можно убить, но невозможно убить его имя. И я верю, что истина победит. Я всегда работал честно, с большой любовью и уважением к иргызскому народу, ваш сын. Сразу после этого все собравшиеся услышали и аудиозапись судебного процесса. В нем можно расслышать его сильное возмущение и недоумение. А ведь никому не секрет, что в одно время Бабанов был словно костью в горле для Кумтер Голд Компани. В юле 2012 года в ходе поездки на рудник бывший глава Кабмина резко раскортиковал деятельность компании и четко дал понять, что включат независимых экспертов в соответствующую комиссию, которые в буквальном смысле слова помогут разоплачить коррупционные схемы на руднике, которые действовали на протяжении многих лет. В социальных сетях можно найти и видеодоказательства того, что Мирвек Бабанов заявлял, что Кумтер будет работать лишь в интересах Кыргызстана. Говорилось и о том, что вскоре после визита Бабанова началась спонсируемая из-за рубежа клеветническая кампания против него. Бабанова начал обвинять в том, что премьер-министр запугивает и отпугивает инвесторов. Материалы против премьера на информационных нам и на дозет. Один пример, приведите, что один президент или премьер-министр, в том, что человек, парк, контроль, глядя и тахарам, тахараду, потенчиков определил, все их принимали как гости. Мы требуем, чтобы Бабанова отпустили, чтобы суд вынес справедливое решение. Если это не случится, то мы готовы отправиться в столицу и требовать гласности там. Уважаемые собравшиеся, давайте будем требовать справедливости вместе. Мы просим власть, чтобы они отпустили Бабанова и сняли с него все подозрения. Вот здесь собралось огромное количество людей. У нас лишь одно требование. Мы требуем справедливости, ведь человек, который невиновен, должен сидеть дома, в кругу своей семьи. Если у следствия есть какая-то информация, почему они не дают журналистам, значит, вины у Мирбека Бабанова нет. Митингующие выразили надежду, что Бишкекский городской суд справедливо рассмотрит дело и отпустит Бабанова под домашний арест. Жители Таласа говорят, что тогда он сможет доказать свою непричастность к коррупционным махинациям.